Пять лет назад частный сектор около аэродрома мало напоминал жилой район. По словам Татьяны Пугачёвой, мусор тогда валялся везде и всюду, в каждом проезде. В один прекрасный день всё изменилось. Жители обязали купить индивидуальные контейнеры для сбора отходов. И несколько раз в неделю специальная машина проезжала по улицам и забирала из них мусор. Микрорайон преобразился. Стали покупать триммеры, стали косить, стали цветы около дома. Всё, чистота и порядок. С февраля месяца у нас никто ничего не сообщал и сказали. Всё, теперь чисто город возить не будет. Теперь ближайшие контейнеры расположены на улице Полевой 2. И, например, от дома номер 12 по улице Осипенко нужно пройти 460 метров, чтобы выбросить пакет с мусором. Для пожилого человека это внушительное расстояние. По словам Татьяны Пугачёвой, на весь частный сектор оставили всего несколько мест, куда можно отнести мусор. Там вот около аэродрома, около магазина, вот пятачок, где бывшие московские автобусы ездили. И вот здесь на Полевой час. Отсюда увезли туда. Всё, у нас здесь больше некуда мусор носить. То есть вот оттуда, с последних домов, вот с огородов, вот с этих, там же тоже люди прописаны живут. У нас носить некуда мусор. В администрации нам пояснили, что контейнерные площадки установлены в соответствии с нормативами. О проблемах со складированием ТКО в районе аэродрома сотрудники Департамента городского хозяйства знают. И уже два месяца ведут переговоры с региональным оператором о том, чтобы пересмотреть схему вывоза мусора из частного сектора. Мы считаем, что действительно целесообразно вернуться с территории ИЖС к вывозу с индивидуальных контейнеров. И при этом рассматривать в перспективе опять вопрос отхода от этих контейнерных площадок. Потому что контейнерные площадки ставились с учётом организации требований раздельного сбора. Но, как обычно, реформа и бежит вперёд. Мы стараемся обеспечить её реализацию путём создания специального инженерного оборудования, а сознание людей отстаёт. Некоторые саровчане совершенно не утруждают себя, оставляют мусор там, где раньше стоял бункер. И там вновь образуется стихийная свалка. В администрации пояснили, что возможна установка дополнительных площадок для сбора ТКО. Для этого нужно написать заявление в Департамент городского хозяйства. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.